Вначале постарайся быть строгим ко всякому движению пожелания этого, чтобы не преодолевать тебя им. И не привыкнешь уступать над тобой победу в брани, ибо привычка вторая природа. Привычка к послаблению никогда не дает тебе приобрести строгость, не даст. Она всегда созидает и разоряет, грешит и раскаивается. Если привыкнешь расхлабевать, когда нападает на тебя, то надписью в рукописании твоем век века будет раскаяние. Кто привык уступать над тобой и победу по желанию, того всегда обличает совесть его. Он во всякое время печален, хотя при других показывает веселое лицо, но внутренне унул по причине обличения совести своей. Либо обыкновенное достояние похоти сообщать мучительную печаль, исполняющим ее. Поэтому внимай всею душою твоей, всегда имея в себе Бога. Будь внимательным к тебе самому и старайся до смерти соблюсти себя чистым, чтобы с дерзновением и радостью встретить тебе бессмертного жениха. И детство, и оно введет тебя в небесный чертог. «Посему сказал апостол, я обручил вас единому мужу, делаю чистую, представить Христу. Охраняй тело от греха, чтобы не солгать перед Создателем, потому что принесли мы себя в дар Господу. И не имеем уже власти над телом своим, и не можем взять дара назад по собственной своей воле. Если кто, дав обет Богу, принес дар Господу, и Иерой, взяв дар, положил он и в храме, то хотя бы принесший дар, все и раскаялся после. Не имеет уже он власти взять дар назад по принесению того Господу. А если вознамерится похитить тот тайно, то не будет свободен от обвинения, как взявший свою собственность, но понесет наказание, как свято-тапец. Подобно этому и посвятившие души свои Богу не имеют уже власти над собственным своим телом». 79. «Берегись худого совета, ибо бывают, что отпадшие от добродетели усиливаются запнуть и других, чтобы не одним валяться в непотребной жизни. Говорят они с приятностью, что в послушность им отвлекшие от целомудрия погрузили в грехи. Сами, подвергшись падению, не только не хотят они восстать, но и другим намеренно бывает соблазн на падение и распление. «И дьявол пользуется ими, как приманкой на удочке. Гроб отверстий гортани, преданных страсти бесчестия. Берегись их, чтобы они не сожгли тебя мягкими речами своими». 80. «Блаженны соблюдающие святыни чистоту, миренамудрия. Но никто да не надеется достигнуть покоя в этом деле, предавая себя в послушание внушением врага, ибо тогда мучитель этот будет держать их в плену через помыслы и усложнения похотные, хотя без дел сравныши». В таком положении, поскольку они не познали жены, враг внушает им мысль приписывать себе девцу, когда как все тело исполнено у них сверху, сверху похотной. Так враг делает, что увеличаются они, как свободные от греха, тогда, как он насыщает их гроздом жалче и гроздом горести. Старозаконие 32.32. «О том, чтобы не упиваться вином и не проводить времени с женщинами, здесь не говорить, так как всякий сам ясно видит, сколь чуждо это добродетели. И не в этом только одном необходимо беречься устремлению бесов, но и с мужчинами не должно вести разговоров измеженных, могучих возбудить похотную сласть и повлечь душу в погибель. От свидания с женщинами отказываемся мы не потому, что посчитали женщин лукавыми, но потому, что через свидания и беседы с женщинами врагу легко нас не изложить и довести до преступления заповеди Божьей. Нам же надо бы отсюда беречься прирожения лукавых духов, возлагая надежду на все оружие и силы Святого Духа. Кто затирает от врага одну дверь, а две отворяет ему и думает о себе, что он в безопасности, тот обманывает тебя. Нет, ототкуда необходимо себя обезопасить и не давать предлога ищущими предлогов? Небудь не родила добродетели целомудрия, но всеми силами старайся иметь в себе святыню, чистоту, так как для этого оставил ты и мир. Ижи себе девственность, чтобы вселился в себя Дух Святой. Не внимай с равным пожеланием и суетным ласканием, храни себя чистым. Если начнет тебе возгорать все греховный сламень, угошая его слезами и молитвой Господу, любящему тех, которые ищут святыню и работают ему в ней. Драгоценное стяжание девственность в правом помысле. Если возлюбишь ее, то будешь прославлен Господом и во всем благоуспеешь. Если восстанет на тебя плотская брань, не бойся и не упадай духом. Если этим предаст против тебя смелости врагу, и он начнет всевать в тебя соблазнительные мысли, внушая, невозможно прекратить в тебе рождение, если не удовлетворишь в твоей похоти. То, терпя, потерпи Господа, сплачь, а мы же и молитву свою перед благостью его, и он услышит тебя. И возведет тебя оторва страстей, то есть нечистых помостях, и от брения тимы, то есть скромных мечтаний. И поставит ноги твои на камни святыни, чистоты, чтобы вам присидеть один. И узрешь, пришедши в тебе от него помощь. Терпи только, не расслабивай помыслом, не приходи в изнеможение, вычерпай воду из води. Потому что пристань жизни близко. Ты еще будешь говорить, и я отвечу, вот я, писает 38-9. Но он выжидает, чтобы увидеть подвиг твой. Точно ли даже до смерти готов ты противоборствовать греху? И так не малодушиствуй. Бог не оставит тебя. Он взирает на твой подвиг. Смотрят на тот и великий святых ангелов и толпа бесов. Ангелы готовы подать венец победителя, а бесы покрыть в судом побежденного. Будь же внимателен. Не очищай своих ангелов и не обрадуй чужих бесов. Для чей Божиих нет скрытного места. Да не обольщает тебя противник, взрывая не увидит. Близно в Божии стоишь ты. Не пренебрегай этим. Ибо написано, небо мне присол, земля же подножие ног моих. Не то беда, что борет нас в страсти, и мы должны бороться с ними, но то бедственно, если поблажив тебе, падем перед сопротивниками. Противостой же полясь ты тебя в похоти, чтобы избежать никогда не угасающего пламени. Если раз победит тебя страсть, то не отступит, но еще более будет нападать на тебя. Будь же внимателен к тебе, чтобы не лишиться тебе славы лица Божия. Будем бегать пьянцы, будем столько можно бегать встречи с женщинами. Ибо слово «женщина» так тянется в сердце. 37.21. И выспушавшего он ее влетет к верному смешению. Смотри, не будь уловлен кратковременной слависти, чтобы не лишиться вечной жизни. Призван ты был и скуптом, а мне трезвись, чтобы не потерять тебе женсюжину, чтобы враг не похитил твоего сокровища и не потопил корабля твоего с грузом, и чтобы не возвратиться тебе домой ни с кем. Враг, зная, какую славу приобретает тебе у Бога, хранящий себя чистым от скверн в плоти, сильно борет его помыслами, желая опутать имя человека, чтобы увлекшись ими, не улучшил он будущей славы. Если найдет душу, отвергающую непотребные помыслы, то нечасто нападает на нее, но и не вовсе отступает от нее. Скорее же идет туда, где как только толкнет, точно сотворяет ему, и оскверняет тело и душу с самыми нефистскими пожеланиями у несопротивляющихся ему. Наконец, вот-то добрый советник внушает ему такую мысль, лучше тебе идти в мир и взять сожительницу, нежели таким образом сокрушать плоть свою. Но ничто подобное не приближается к трезвенному. Поэтому будь внимателен к тебе, чтобы ничто подобное не постигло тебя. Помни, что обещал ты Богу, и храни святыню чистоту, чтобы обрести тебе благодать перед Господом. Послушай, сказавшего, бегайте в блудодеяние. Желаешь ли знать, какой тяжкий грех блудодеяния? Вот смотри, кого не могли умертвить змеи в пустыне, тех не изложил блуд в земле Мадиамской. Если же впал ты в грех, то не оставайся в падении и не пренебрегай Божьим долготерпением и Божьей пощадой. Помни, что смерть не замедлит. В тирахах 7, 12. Помни, что невозможно тебе избегнуть Божьих рук. И так не будь, не роди, но кайся, плачь, воздыхай о том, что обольщен ты. Ибо если и придадим забвению падения, то создавший нас Бог знает дела каждого. Не будь нерадивно, мужественно противостоя врагу и загради прокоп, которым обыкновенно входит враг, разорять себя, чтобы не на сексе удобного входа ушел он не с тем. А заградить прокоп значит обезопасить чувства, которыми входит в душу и доброе и лукавое, то есть зрение, слух, обоняние, осязание, вкус и помыслам не дозволять уноситься куда не должно. Имея в уме исполинов, просливших землю владычеством своим, и то, как Господь в одно мгновение свекажем и стер их потопом, и сила их не принесла им пользы. По суде о земле Содомской и Гаморской, как потреблена она за грехи обитателей, и не принесли им пользы роскошь и гордыня, позаботимся же о своем спасении, чтобы нас не постигла внезапная конфина, и чтобы не пойти нам отсюда в великом осуждении. Девяносто. Скажи внушающими тебе скверные и нечистые пожелания. О, враг истины, уже ли мне стыдить тебя для того, чтобы ты выполнил свое желание? Иди к подобным тебе непотребным, выпросил ты себе стадо свиней, с ними его втопай, а я не буду больше рабом, послушным, хотением своим. Достаточно с меня и прошедшего времени, отныне буду заботиться об истине и умолять Бога моего, чтобы он совершенно избавил меня от дел своих. Он дал мне духа святого, а я прогневал его, дал мне душу и тело чистые, а я свернил их. Так говори, возлюбленный, внушающий на тебе подобные страсти. Никто если некотор из святых сказал, блуд подобен псу, если будешь ласкать его, не отойдет от тебя, а если погонишь, убежит. Будь внимательным к тебе и не пренебрегай житием своим, смотри, чтобы за малое удовольствие не погубить тебе плода трудов своих, ради нечистоты не отдать мзды своего делания, ради нечистоты не погубить награды за безмолвие, награды за бдение, за воздержание и за прочие добродетели. Не уподобляйся человеку, который полученную ему плату кладет в дырявый кошелек. Огради тебя страхом Господнем. Если разговариваешь с цветущей красотой, то блюди око, чтобы не возмутило ума твоего возделения, и тогда начнешь длить речи полное страстного движения, и окажется, что краями только уз беседуешь оцеломудрие душой, запредаешься похотению и все цело им занять. Потому лучше, когда случится тебе иметь такую встречу, скорее прервав речь брать о тебе за молчание, и в Писании говорить, трясти же его новые беседы в 1721. Часто такого рода беседа причиняет немаловажный вред душе. Блудник не может любить гнушающегося его страсти, а подобному себе прилетится муж, доискивается, чем преодолеть свое любостраствие, потому что это представляется твоему деланию, 95. Убежищем от склада страстия служит, во-первых, счастая и трезвенно молития, а потом представлять владычество ума и чистой мысли, не произносить беседы слов, несообразных с благоговейным устроением духа, в той уверенности, что Господь есть непогрешительные седея, внимательность ума и ожидания суда уничтожат внутренние стекотания и иссушат усиливающиеся похоть, и с таковой душе произойдет тишина, улягутся походливые движения. Если ты целомудрен, не превозносись своим воздержанием, но смиренно-мудрие моли Господа, чтобы до конца был своим хранителем, ибо нередко внезапное вторжение четвероногих виноградниц, вдруг губило плод по неродению стражи. Когда ложишься спать, не подстилай под себя сверх потребности, потому что нега естественным образом может распалить тело твое и сильно разжет уголь с полу стражи. Блажен, кто любил тело своего святыми спасителями, и не посиделил души своей делами чуждыми, но прибыл благоугодным Господу. Блажен, кто возненавидел дела гнусные и постыдные, и принес в себя самого в жертву живую благоугодную Господу. Блажен, кто делом облетел мучителя, дьявола, тирана души, и не пришел в страх от сламени сладострасти, потому что душа его арасона будет росуя святого духа. То, если ты мужественно подвижаешься против покушающихся посидеть труды делами твоего и славные помыслы, то смотри, чтобы соусе крисов не подкрался снизу и не уронил тебя, блудный помысл. Но приводи в порядок твой помысл, внимай, чтобы не просмотреть тебе попутного ветра и снаряд иметь в готовности и спасти корабль, введя его в кристое жизни. Кто посадил у себя смоковничное дерево, оставляет без присмотра плод его, тем более должно наблюдать за чистотой целомудрием. Или кто укушенный аспидом не остерегается приближаться к норе его, если по угрызении вложит он руку в нору его и в другой раз будет угрызен, кто тогда виноват в смерти? Ядовито или животное или непоберегший себя человек? А ты выразуме сказанное. Вредно монаху разделять общество с женщиной, а к девственнице вовсе не приближается, если только есть еще в тебе мысль о плотком. Монах, который вместе с женщинами проводит время за вином, ничем не разница откидающегося в огонь. Бегаясь, третий с ними, как терна бегает, оттенет. Охраняй непорочность тела твоего. Если сохранишь ее по любви ко Христу, то удобно возможно преуспеть во всякой добродетеля. Обитающий в тебе Дух Святой возрадуется тебе, что ты свой храм Божий наполняешь благоуханием чистоты и правого изволения и укрепить тебя на всякое дело благое. От преуспеяния в добродетелях и в божественной чистоте имеют следующие три пособия. Воздержание крева и языка и обуздание ока. Все три надо держать. Если сохранишь положим первые два, а глаз не сохранишь от считания, то не приобретешь прочной чистоты. Как разломанный водопровод не удержит в тебе воды, так рассеянное око не удержит целомудренного ума. Не набирай чуждой красоты и ум твой да будет пригвожден к страху Божию. Не должно монаху с особенной тщательностью мыть тело или ноги. Как простолюб ты в изяще свечела и одержишь в себе удовольствие, как подвижник богатейстия противоположному этому ополчается на сопротивниках. 105. Немала борьба между святыми, высокоой и сверной. Содействие истинам во свернении внушает такую мысль. Никто тебя не видит, всего боишься. А Содействие истинам во святыне возражает им, Бог видит и ангелы его с тобой. Так же говорит, кто тебя видит. И спешит им продолжать, где они? Пока никого здесь не видно. На этом Содействие не прерывает его. Не видишь? Правду сказал ты, ибо написано, осветило из злоба. Римун раз 2 21 Казал и око не увидит ли? Где укроешься от Бога? Госпо вложи себе в помощь. И грех не будет более владычествовать над тобой, и печаль греховная не постигнет себя, но придут к тебе радость и мир о душе святом. Храни чистоты тела своего в Господе как драгоценные жемчужины. Не стеголяй одеждами. Взор обращай долу, а душе горе. Юноша не доходи до вольного обращения, а женщина и говорит личное дело. Сотвиком не для беседы и не входи в сообщество с упивающимися смехотворами, но весь пребывай в страхе Божием. Помни заповедь апостола, не опивайтесь вином, в котором есть блуд. Бывает, что лукавый влагает такую соблазительную мысль. И же сейчас напревожит тебя блудный помощь. Долго ли тебе нести это беспокойство и терпить? Удовлетвори плотисть, чтобы не быть в борении, после покаяться, дело это неважное. Презвенности отвечай ему. А кто мне скажет, что если я росли плоти, то найду время в покаянии и не есть тень на земле, Иосиф 8.9, это же тащие плитки, что согрешить мне, не тоже ли будет, что взять в место и самому себя убить? Да и так ты говоришь, что дело это неважное. Ибо они же так высоко тесные, что не поддавшиеся этому влечению, и такими беспешными не еще поблажавшие ему. Иосиф поспаляется из рода в род, и на небе, и на земле, а и девчонка предается осмеянина. И сама целомудренная прославляется, а похотливая старца на все роды оставили по себе недоброе имя. Как еще говоришь, что удовлетвори однажды успокоишься? Не знаешь разу, дьявол, что зверь, если привык в лакаятку, счастье удовлетворяет все и страсти? А ты хочешь меня уверить, что если удовлетворил похоти, то она не будет меня более беспокоить? Господь, да запрещись тебя лукавой злокозненью, чистись и подобно льву поглотить душу мою. Сладкое твое горько, в лишение твое глубина зол, посылы твои исполнишь смерть и пагубы. Ты внушаешь мне грех, который обнажит меня от благодати Господней и оскорбит Духа Святого, которым знаменался я в день избавления, Христовый, сделать плен неблудницей, чтобы в одно мгновение утратил я бессмертное богатство и избеги воскресенье, без которого никто не увидит Господа. Это, по-твоему, ничего не значит. Ты подусяешь меня праздновить Господа, чтобы в тот страшный день перед страшным престолом судном услышать меня от него праведного судьи. Раб лукавый, больше сластолюбивый, нежели боголюбивый, ах, вернил это неважно. Не испытал развиты сам строгости и неизменности страшного суда праведного бога, которая тебя и ангел согрешивших вместе с тобой и не подсидила, но предав узами и слезав узами от того мрака, предал обвести на суде наказания. И говорит неважное дело, ловь ты, лезь и пагуба, ловь и лезь, осветляющие оси ума и осветляющие смануть ими, малое это наслаждение предпочит вечной жизни. Но мы, предав тебя Господу, не боимся тебя. Господь наша крепость, Господь наша придержище, Господь помочь и защитить нас. Демон блуда приводится в бездействие не только воздержанности от пищи, но и воздержанием от пищи. Чтобы не верить святы. В оке, распеяно вращаевом, есть уже блуд, о котором засидится строго Господь. Часто посмотрит на женщину с возделением уже прелюбодея сушенными сердцем своем. Такое прелюбодеяние искореняет в себе, что око обращает долу о душу Господи. А кто возобладал мать свелом, тот возобладал над вздором. Страшный у нас предатель, рассеянное око, брань, возбужденная рассеянным оком, и в присутствии и в отсутствии предмета разжигает душу похотью. Даже и во сне представляет предмет сердца, потому что бес озвучивает искусительные вещи в мысли и занимает им, возобновляя образ искусительного предмета, виденного прежде отцами человека. Чего-то ради молится пророк «Отврати Осина и чтобы не видеть и ты». 110 «Когда бес начнет начерпать тебе искусительный предмет и написать у меня твою красоту женщину неподовиденную тобою, введи внутрь страх Божия и вспомни о счастье с возгрешах по мысли одни из хода твоего, когда душа твоя будет различаться с телом. Представь как страшно «Отврати свеводящий голос, который услышит неродивший о правде и не соблюдшая заповедей Христовы. Отойдите от меня, проклятые в огонь, вечные и готовые дьяволы и ангелы его. Представь серия неуступающего и муку нескончаемую. Об этом помышляй и припоминай. И расцелся в мысли твоей возделения наслаждения, как тает воск от леса огня. И в обе своем зановении не могут постоять против страха Божия. Кто не противится похоть и надает отчам свободно блуждать, тот, конечно, склонился же умом перед спростями. И если бы не слышит человеческий неоднократно распилил бы и тело, почему если не будет он предвищий и постоянно иметь страх Божий перед общением телом. Представь тут страшный и встретить приводящий голос, который блюдшие заповедей Христовых. Отойдите от меня, проклятые в огонь, вечные и уготованные дьяволу и ангелам его. Представьте червя неусыпающего и муку нескончаемую. Об этом помышляй и припоминай. И рассеется в мысли твоей возделение и наслаждение, как тает воск от лица огня, ибо бесы и мгновения не могут постоять против страха Божия. Кто не противится похоти, но дает очам своим свободно блуждать, тот, конечно, склонился уже умом перед простями. И если бы не стыд человеческий неоднократно, расплил бы и тело. Почему? Если не будет он трезвиться и постоянно иметь страх Божий перед очами своими, то не замедлит расплить и тело свое. И за этим демоном, который учит глаза рассеянности, следует другой демон, который вещественно соделывает грех во плоти. Если второй увидит, что первый успел развлечь душу и сделать ее рассеянную, тотчас начинает советовать, чтобы совершен был и плотской грех. Побежденному оком своим начинает он советовать нечто подобное этому. Вот в намерении ты согрешил и ты любодействовал сердцем, заповедь уже нарушил и век преступления заповеди изменен уже тебе, поэтому удовлетвори теперь похоти, ибо сделать и вожделевать одно и то же, насладись по крайней мере своим вожделением. Но ты не верь его помыслам по слову апостольскому, ибо нам не безызвестны его умыслы, ибо этим хочет он уловить душу твою. Этому демону, советующему совершить беззаконный грех, надо сказать, хотя пал я оком и прелюбодействовал сердцем, однако же прелюбодейное сердце свое сокрушаю покаянными воздыханиями, и падшее око омываю слезами, ибо сердце сокрушенного и смиренного Бог не презрит. Если придет нужда дойти до селения, то не развлекай себя беседуя с женщинами, иначе душа твоя увлечена будет подобно поглотившему удочку. Трезвись тогда более, потому что падение от тебя недалеко, если будешь внимать тебе, будешь как в пристане, в благоговении и страхе Божьем борись с искушением, бесстыдство матерь блуда, женщины, если увидишь, что обходишься с ними вольно и говоришь о пустом, то побудил еще к худшему доведут себя до падения, но смотри за тем, чтобы другие под видом сокрушения и благоговения не расслабили ума твоего речами своими. Некто из святых сказал, длят они речи, покушаясь преклонить тебя на страсть. Если приметишь, что какой-нибудь помысл влечет тебя на свидание с отроком или красивой женщиной, то знаешь, что приближаешься к вражьим сетям. Если по вразумлению не делать этого, не оставляешь твоего намерения, то знаешь, что ты уже опутан сетями и нелегко тебе преодолеть властолюбие. Скажешь ли, я не терплю от этого вреда, но возможно ли ходить по угольям горячим и не обжечь ног? Если хочешь быть целомудренным, храни воздержание и прерви вредные свидания. В какой мере приближается человек к тому, что производит соблазн, в такой мере невозможно сердцу его прибыть без смятения помыслов и воспламенения лукавых пожеланий, потому что видимое лицо и речи возбуждает его к страсти. Как губка, поднесенная к чему-нибудь влажному, к чему-нибудь, раздувается и взбирает в себя влагу, так и человек нетвердый помыслом, если сближается или долго беседует с рассуждающими по-плоцки, взбирает в себя вред, поэтому упившись этим и без вина делается опеневшим и от того самого, что наполнен уже вредным, не принимает духовного слова. 115. Желавшему исправить и утвердиться в чистоте, надо бы крепко взять за целомудренный помысл, лочь изнурять добрыми трудами и непрестанным памятованием о Боге, очистить мысль от всего худого и соромного. Через это ум наш исполняется благодатью, обитающая же в уме и обладающей им благодать Божией, заграждает злокозненным врагам доступ к нему, когда они покушаются войти. Когда увезет женщина благоразумная, которая блестает красотой, имеет светлый взор, сияющие ламиты и какую-то искусственную выразительность в лице, и она распаляет твой помысл и усиливает в тебе вожделение, размыслишь, что приводящая тебя в удивление земля, что воспламеняющая тебя пепел, и душа твоя перестанет неистовствовать, приникни помыслом на кожу лица ее, и тогда увидишь всю малоценность благообразия, потому что ничего не найдешь, кроме костей, жил и зловония. Представь так же, что она стареет, изменяется, умирает, и весь этот свет опал. Рассуди, чему удивишь ты, и устыдись, и устыдившись, принеси покаяние. Блажен человек, который имеет попечение угодить Богу, тело свое хранит чистым, чтобы соделаться святым храмом Христа Царя. По доброй воле стал уже ты храмом человек. Будь внимателен к себе день и ночь, чтобы не распился храм твой. Если сохранишь его чистым и благопотребным владыке твоему, то Дух Божий будет обитать в тебе и светить тебя более и более. чтобы не